Не дворосплошной каток. Местами виднеется проталины, в которой легко провалиться. Однако ежедневно по нему придвигаются сотни людей, в том числе немало детей и пенсионеров. Лед образовался с первого дня, когда выпал снег. Я живу уже 6 лет в этом доме. Сначала наблюдала, что-то изменится, дом новый, управляющая компания может еще как-то не сориентировалась. Но из года в год ситуация не меняется. Я уже обращалась не раз к ним. Люди рассказывают на просьбы расчистить тротуар и территорию подъездов. Руководство управляющей компании отвечает, что не хватает дворников. Ситуацию приходится брать в свои руки. Убирается двор очень плохо. Я на протезе вообще никуда не могу выйти. Ни за молоком, ни за хлебом. Крилечко мы практически вдвоем с женщиной сами чистим. Вообще они больше возле 56-го, 60-го дома убирают, потому что там офис и иногда начальство приезжает. А в наш двор они так. Это только так. Придут, видимо, сделают и все. Управляющая компания с мнением людей не согласна. Там утверждает, двор убирает регулярно. А по поводу многочисленных жалоб отмечают. Последние сами не хотят идти на сотрудничество. Жильцы парируют. Технику убирать готовы всегда. Вот только предупреждают о расчистке двора прямо перед началом работ. Многие просто не успевают заметить объявления. Люди настроены уже привлекать управляшку к ответственности. Юристы советуют обращаться в районную комиссию. Не поможет в городскую. При администрации района каждого, при администрации города Барнаула созданы комиссии, которые рассматривают дела об административных правонарушениях, вот в том числе в сфере соблюдения правил благоустройства. Если комиссия обнаружит нарушение правил благоустройства, то управляющей компанией грозит штраф от 5 до 50 тысяч рублей. К слову, на уровне города поставлена задача очистить от наледи все жилые дворы, тротуары и внутриквартальные проезды. Денис Лямзин, Александр Антропов. День с толком.